Всем доброго времени суток, с вами Светлана. Прошло две недели моей активной борьбы с похудением живота. Вот у нас в лесопосадках очень много растет с весны чистотела. Оказывается, недавно я узнала, что каждое растение для каждого человека может быть талисманом, если его сорвать, засушить и заговорить. Положить в торпочку и это будет ваш талисман. Оказывается, чистотел это талисман рака, а мой знак это как раз рак. Вот я его возьму и засушу для себя. Вот очень красивое такое небо. У нас вот во дворе кошечка кормит котяток, выводит их сейчас на улицу. Она живет в подвале. Где у нас тут подвал? Вот это. Они оттуда выбегают. Вот такие вот рыжульки. Мама ухаживает за ними. Спят мама с взрослыми щенками. Вкусные завтраки. Это кабачковые кексики или кабачковые оладушки. Салат из капусты с огурчиком. В него немного добавлена сметанка и молодая картошечка. Компотик очень полезен в летнюю жару. Сегодня у меня в компотике яблочки, абрикоски, вишенки, веточка мяты. Пойдем со статка. Вот вокруг такая панорама. Нашли яблоньку. Яблочки красные. Красные какие. Красивые. Вкусные, наверное. Кислые, да? Значит, мы придем сюда путь. Желтые будут яблочки. И дикая груша возле дороги. Вот такая вот. Тоже будет поспевать, скорее всего, в августе. Вот такие вот грушки. Малюсенькие. Вот их сколько. Вот еще одна яблонька стоит. Вот такая яблонька с яблочками. Абрикоса. Сильно высокая. И очень много абрикосок наверху. И она зеленая. Конечно, зеленая. Еще одна. Такие вот деревья в ряд стоят. Тополь. Очень красиво. Вкусные. 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 Абрикоски. Желтая. Абрикоски. Желтая, но она еще вся зеленая. Второе дерево. А рядом абрикоска, одна оборванная, вторая вот какие абрикоски, на земле их сколько, нужно пособирать. Вот мы сегодня и удачно сходили, погуляли, также принесем домой такое ведерко абрикосок. Вот мы ушли от абрикоски, дальше вот здесь вот по дороге опять нам попадается галыча, такой вот куст, вот такая вот красота. Нужно будет в следующий раз сюда прийти. Мои дети ездили в Москву, дочка с зятем, к своим родственникам и они привезли мне подарочки, вот такие вот скромные, потому что завтра мне день рождения. Это папе лосьон после бритья, это мне для кухни, карандаш кондитерский, вот такую вот интересную штуку. Дочка моя была в доме фиалки в Москве, купила мне вот такие вот фиалочки, и конечно же шоколадку вкусную московскую, вот такую вот бабайский темный шоколад с фундуком. Ну и самый главный подарок это улитки, улитки охотина, вот сколько их тут баночки. Добрый день, главное здоровье, все остальное. Счастья, здоровья. Самое всегда. Тортик красивый, надо же. Вот и вот такая сельбинка, классная. С вишенкой. Все, никому больше. Вишенку хочешь попробовать? Кто хочет вишенку? Ну я бы хотела больше вот этого коржа еще. Шоколадненького, да? Плиты, склад, кольца, а вот кирпичи. Это все находится за птичкой, за нашим заводом, где делают колбасу. А рядом железная дорога. Колючки. Мама, так ты проблешь. Машинист. Там вдалеке вот красивое желтое поле. Внизу стоят дома, речка. Да, вот это наш элеватор. Это мы пришли в тупик. Дальше будка с охранником, да? Да, дальше мост. Дальше мост, мы туда не пойдем. Да. Придется возвращаться обратно. А с той стороны тоже дома. Там вдалеке мы видим небольшое пляжо, где купаются люди. Сигнал. Подает сигнал. Кнопочку нажала, ну класс. 1953. Светофор. А это вручную? Да. Тар собирают. Если там 25 тонн. За нами идет дождь, по-моему. Какие хочешь. Это пропан, но видишь, газ идет в зубке. Без горки есть пыта. Тут курить запрещено вообще. Ну, какие склады. Без окон? Без ничего? Это же груздвор. Обсторожно хруст. Это же зерно, оно видишь, написано. Зерно? Ну да, он открывается вот там внизу. Он подъезжает, там бункер такой большой. А я и вижу, почему тут голуби летают. Оказывается, тут зерно. Вон их сколько. Во-о-о-о. Стеклобой. Стеклобой. Наш вокзал. Железнодорожный вокзал. Стоял завод Красная Звезда. Вот там вдалеке видно еще здание. Это все, что от него пооставалось. Его разобрали. Поставили забор. Посадили деревья. Тут у нас такой вот памятничек. Рядом вот такое здание. Фонарь уже кто-то разбил. Соборуджено в 2004 году до 130-ти речи заводу. З инициативы правления и поддержки акционеров на доброчинные внески працовников завода. Родичей в Эльворте. Дилеров. Підприятия национеров. Браты Эльворте. Скульптор Микола Улейник. Архитектор Виталий Кривенко. Рядом высажены различные деревья, кустики. Я даже не знаю, как эта колючечка называется. Здорово. Завод «Сельгоспмашин» засновано в 1874 році братами Р.И.Т. Эльворте. Сейчас музей заводу «Червонозивка». Балкончик. Здесь начинается наша арка. Сейчас я пройду подарочкой. Здесь вот такой у нас переходик для пешеходов. Граффити. Граффити. Субтитры создавал DimaTorzok Сырники самое лучшее блюдо на завтрак В них можно добавлять изюмчик, ягоды, фруктики Очень вкусно с бананом, с шоколадкой Сегодня у меня на завтрак салат из брынзы и помидорчиков И омлет без всяких жиров Один из моих завтраков или ужина Это ленивые варенички, очень люблю блюдо из творога Вкусно, полезно Мы увидели черепашек И тут маленькие малыши плавают в воде Вот здесь вот в воде что-то плавает Вот вверх-вниз, вверх-вниз Они так как будто воздух вать Воздушек берут и уплывают Берут, уплывают Ух, змей, ужик Да-да-да, вон ужик поплыл А там штук пять, наверное, было Они все бежали от нас Испугались Всем пока, до новых встреч через две недели Объем живота 86 см Продолжение следует...